Тема 840 И краха своего бизнеса не только не думал, чем заняться, он больше был озабочен тем, что ему нечем заправить свою машину. И в прострации сидел однажды на детском празднике, на который привел свою дочь, наблюдая, как дети и их родители теснились в небольшом игровом центре. Половина гостей просто стояла, потому что не было места, в том числе и дочь Брента. Ему пришлось ей сказать, чтобы утешить. Ты слишком большая для такого центра. И в это мгновение ему пришла идея, почему бы не создать игровой центр, в котором всем хватит места, чтобы могли веселиться и отрываться не только дети, но и их родители, и даже дедушки с бабушками. Чтобы можно было безопасно бегать, прыгать, падать. А ведь правда, самый настоящий семейный праздник, это когда веселятся все, они одни играют, а другие наблюдают. И он решил создать батутный центр, в котором одновременно могли бы отдыхать сотни людей. Так родился. Flip Out. Первый в Австралии огромный батутный развлекательный центр, его сайт Flip Out Net All. Причем, первый центр был открыт в небольшом городке Эпенрид. Всего 11 тысяч жителей. Это я к тому, что не обязательно начинать бизнес со столицы. А почему именно батутный центр, а не какой-нибудь другой? Мне кажется, потому, что это безопасно для любых возрастов. Для того, чтобы прыгать на батуте, никаких особых навыков не надо. Ну, кто хочет делать сальто, пусть делает. Если упадешь, так упадешь мягко, ничего не сломаешь. Утонуть не утонешь, как в аквапарке. А бегать, кричать, можно сколько угодно. Предвосхищая будущий спрос, бренд тут же начал продавать франшизу своего бизнеса и за полтора года открыл в Австралии уже 21 батутный центр и сегодня планирует открыть подобный же центр в Дубае и еще в 13 других странах. Только я решила предложить россиянам подхватить эту идею, как нашла в России аналогичный батутный центр «Невесомость», который очень напоминает австралийский центр, и который открылся через полгода после появления вот этого презентационного видео австралийского центра. Только в австралийском батутном центре нет поддерживающих колонн в центре зала, там более свободное пространство. Московский батутный центр тоже предлагает франшизу, но соответствующая ссылочка на его сайте не работает, так что можете смело создавать подобный центр сами. Если Москва смогла, австралийский пенрид смог, значит и вы сможете. Вот еще один свеженький батутный клуб. Что нужно для создания батутного центра? Просторное помещение, батуты, которые устанавливаются не очень сложно, это вам не бассейн копать, и инструкторы, плюс буфеты, обслуживающий персонал. Если посмотреть имеющуюся скудную статистику по Австралии, 21 батутный центр, 350 человек персонала, 32 миллиона долларов в год. Если это австралийских долларов, то американских будет 26 миллионов, тоже неплохо. Можно прикинуть, что на один батутный центр необходимо 16 человек персонала, а доход с него может составить миллион долларов в год. Чем хороши такие центры? По утрам и днем они могут служить тренировочными центрами и собирать одну аудиторию клиентов, а по вечерам, выходным и праздничным дням это будут развлекательные центры и будут собирать еще более денежную аудиторию. Простоя не будет, как в наших традиционных спортивных школах и фитнес-центрах. А желание весело провести время, это тот мотиватор, который очень хорошо работает на обеспечение массовости. Если вы живете в небольшом городке, даже пусть это будет 10 тысяч человек жителей, как на австралийской родине батутных центров. Наверняка сможете найти пустующий зал, пол и стены которого можно покрыть батутами. Ярко раскрасить стены, поставить буфет, пригласить инструкторов из числа спортсменов или учителей-физкультурников, аниматоров и организаторов праздников. Побегать, попрыгать, покричать, побиться головой и телом о мягкую стену. Желающих найдется в каждом городе немало, уж дети-то точно придут с удовольствием, а где дети, там и их родители. Особенно зимой, особенно в каникулы и во времена резкого падения рубля, когда взрослым не до иностранных курортов, а новых ощущений хочется. Субтитры создавал DimaTorzok